Да, вообще дождик что надо идет. Мощный, мощный дождик. У нас в городе уже второй день идет сильный дождик. И в парке утром, естественно, никого нет. Я пока только первый человек, который просто хотя бы вышел погулять. Да, никого вообще на пляже, на набережной. Конечно, такая погода. Мне очень нравится мой зонт прозрачный, японский. Мало того, что он прекрасен, так еще и заставляет меня кучу воспоминаний сразу с ним вспомнить. Наблюдать за миром через прозрачный зонт, это великолепно, я считаю. Спустя 20 вилогов, вы знаете, я замечаю такие вот интересные вещи. Я испытываю ответственность и глубокое чувство удовлетворения. Удовлетворение заключается в том, что с появлением техники Apple, iPad и iPhone я значительно улучшил качество и производительность. И за счет этого я могу выпускать видео, довольно интересные видео, каждый день. И у меня уже сейчас наработано очень много идей, они у меня брызжат, что называется, из головы. Но это же порождает и ответственность, да? Когда ты можешь позволить себе создавать ролики каждый день, но если ты попадешь в этот ритм, то ты должен будешь его выдерживать. По крайней мере, стараться выдерживать. И в этом заключается, на мой взгляд, самый главный вызов, самый главный челлендж. Тут еще вот какой интересный эффект. Я же ведь могу снимать фактически только лишь утром и вечером. И большая часть моей жизни, жизнь на заводе, она выпадает. И это еще дополнительные трудности создает и дополнительные вызовы кидает. Ведь нам всем кажется, что мы живем самой простой, обычной, скучной жизнью. Вот сделать видеоряд более интересным, насытить его, насытить жизнь, это тоже вызов. Субтитры создавал DimaTorzok Всего лишь обычный летний дождик. Пятница, вечер, дождик. Что может быть прекрасней? Только лишь холодное пиво. Самодельный навес. Вот чем он учил нас в Крым. Да. Ты стоишь под этим. Я то стою. Я то стою, да, правильно. Вот какой сегодня красивую фотографию сделал с утра. Нравится мне сейчас брать фотоаппарат с собой. Вы знаете, я очень немало думаю над тем, чтобы заставить себя выпускать видеоролики каждый день. Это 365 дней челлендж, так сказать. У фотографов довольно популярно делать фотографии, выкладывать их каждый день для того, чтобы бороться с анообразием жизни или с мышлением собственным. Но я, правда, еще пока весь в сомнениях не знаю, но мне кажется, что я хочу попробовать сделать 365 роликов за год. Вы знаете, я даже сейчас раннее утро, у меня, если честно, даже нет никаких мыслей в голове на этот счет, как я это буду делать, за счет чего я это буду делать. У меня не самая веселая локация, у меня маленький город, у меня нет каких-либо крутого оборудования. Единственное, что у меня есть, это мое лишь воображение и мысли. Давайте посчитаем котиков. Раз котик, два котика, три котика, четыре котика, пять котиков, шесть котиков. На сегодняшний день у нас шесть котиков. Без двадцати девять. Очередной день подходит к концу. И я хотел собраться с мыслями и сказать вам то, что не сказал в обед. В общем, влоги каждый день. Не знаю, как будет получаться. Знаю лишь, что буду придерживаться двух принципов. Первый – это делать все с одного дубля. И второй – быть с вами честным. И вот сегодня, 1 июля, 1 июля, когда я записываю этот ролик, и у моей мамы мог бы быть 62-й день рождения. Поэтому у меня к вам большая просьба. Вот просто вот так беспричинно. Если вы смотрите это видео и кто-то находится рядом, просто возьмите и обнимите этого человека. У меня все, дорогие друзья. Любим вам и вашим близким. Всем пока. Я первый раз в жизни увидел у нас в озере Бобра. Субтитры сделал DimaTorzok